привет друзья рад видеть вас у себя на канале о здоровье тренировках и жизни если вы знаете меня давно то знаете мою историю да раньше я весил 67 килограмм это было буквально несколько лет назад и это был примерно средний мой вес 70 килограмм 71 67 это было такое довольно долго держался этот вес так вот я набрал 19 килограмм меньше чем за полтора года это было три года назад и я не использовал спортивного питания абсолютно кроме креатина об этом я говорил своих предыдущих видео раньше меня на канале и рассказывал более подробно об этом но сейчас когда мой вес уже в районе 86 85 килограмм это вот средний такой мой вес еще до без особо в принципе каких-то там диет получается поддержать этот вес и смотрите друзья сейчас он начал добавлять свой рацион спортивное питание о чем же я хочу рассказать в этом видео я хочу сказать вам о том когда же все таки нужно принимать протеин и в какое время и какой протеин лучше казеиновый протеин или может быть мицеллярный казеин или может быть сывороточный протеин как лучше это комбинировать когда полезно ли вообще работает ли допустим медленный белок на ночь нужно ли есть творог на ночь или не нужно или может быть творог нужно есть днем то есть очень довольно много вопросов которые в интернете хотя очень много об этом уже говорили но на самом деле все равно очень мало достоверной информации я хочу вам дать проверенную информацию слиз научных источников которые я сам промониторил там изучают вопрос для себя с вами я поделюсь самым основным в этом видео и вы узнаете действительно настоящая достоверно научная информация которую можно взять и положить себе какую-то основу питания использовать чтобы получать еще больше еще быстрее результаты и также узнать сколько нужно принимать протеина какие порции более эффективны и в какое время перед тренировкой после тренировки во время тренировки то есть вы узнаете все довольно на высоком уровне и мне будет приятно с вами этим поделиться убедись что ты подписан на канал поставил лайк или дизлайк этому видео но мы продолжаем накопление белка скелетных мышцах требует устойчивого положительного баланса мышечного белка который достигается когда скорость синтеза мышечного белка превышает скорость его распада положительный баланс мышечного белка стимулируется сочетанием тренировки с потреблением белка во время последующего восстановления спортивные диетологи и специалисты по физическим упражнениям постоянно обсуждают оптимальные диетические потребности в белке для спортсменов тренирующих силу или выносливость обычно рекомендации это один и два где-то там один из семь белка на килограмм веса и это ребята предоставляют собой довольно большой диапазон это примерно 102 144 грамма белка в день для человека 85 килограмм на то есть примерно моего веса и это очень большой диапазон так вот вот эта рекомендация может быть по своей сути она и может быть не точной в зависимости от диапазона энергетической потребности в различных видов спорта например да то есть есть например спорты где нужна сила есть виды спорта где нужна выносливость в этих рекомендациях тоже есть значительная неопределенность основана на изначально неправильном методе баланса азота и постоянно адаптивного характера тренировок также они не учитывают в принципе сколько человек потребляет белка в то или иное время есть люди которые употребляют его очень много постоянно есть те которые у редко употребляют и это влияет на качество и и скорость всасывания белка и вообще количество которое организм может принять друзья если организм не хватает достаточного количества аминокислот как до таки после тренировки результатом является отрицательный белковый баланс это приводит пагубным побочным эффектом таким как мышечная атрофия например задержка восстановления после упражнений поэтому очень важно правильно рассчитать количество белка чтобы избежать вот этой атрофии вы должны употреблять достаточное количество белка это очень важно теперь друзья нужно проговорить самые базовые понятия чтобы мы понимали предметно о чем мы вообще говорим на одним из широко используемых бодибилдерами видов протеинов является казея над казино от кальция или казино очень называют это сложно составной белок являющий результатом ферментного отвораживания молока казин часто называются словом козеин однако это совершенно неправильно потому что слово козеин вообще не существует в природе тем более не существует никакого козеинового белка друзья есть казеин и казеиновый белок он же называется казеиновый протеин попадая в желудок человека козеин образует сгусток который переваривается длительное время и долгосрочно обеспечивает организм необходимыми аминокислотами то же время казеи не только медленно расщепляется по сравнению с и вороты чем например протеином да но он также обладает такими свойствами как замедление всасывания других белков и это очень важно учитывать казеиновый белок друзья обладает меньше биологической ценностью и вызывает меньше анаболического отклика более продвинутая форма казеина и цемент это мицеллярный казино эта форма казеина которая производится из молока щадящим способом микро и ультрафильтрации без применения кислоты нагревания что принципе позволяет сохранить натуральную структуру белка противном случае до обычный казеин казеонат кальция он частично денатурирован это такое сложное слово да она означает что белок утратил свои определенные биологические ценности мицеллярный казеин имеют лучшее усвоение растворимости вкусовые качества но он принципе и дороже стоит ребята это самая медленная форма протеина мицеллярный казеин когда попадает желудок пищеварительный тракт он агрегируется в так называемые мицеллы таким образом площадь доступа пищеварительных ферментов ограничиться следственно увеличится продолжительность всасывания этого белка с точки зрения бодибилдинга и фитнеса мицеллярный казеин не имеет никаких доказанных и достаточно обоснованных преимуществ он обеспечивает более длительное всасывание это может быть 8 даже 12 часов однако известно что постоянное поступление аминокислот в кровоток может притуплять анаполический отклик об этом ссылка есть в описании почитать если вам интересно там есть целая статья сывороточный протеин это концентрированная смесь глобулярных белков получаемых из молочной сыворотки при этом под сывороткой следует понимать жидкий состав который образуется при створаживании является побочным продуктом при изготовлении сыра на данный момент это лучший протеин для роста мышц и и для сжигания жира сывороточный протеин еще также называется быстрый протеин а казеиновый белок называют медленный протеин какой же режим питания наиболее удачный да и ученые это проверили это было прям целые эксперименты проведены следователи сообщили что все режимы питания в принципе белком стимулировали увеличение синтеза мышечного белка до 88-148 процентов от состояния покоя но режим питания 4 на 20 был эффективнее всех остальных режимов питания по сравнению например с режимом питания 10 приемов белка по 8 грамм или же сравнение с двумя приемами по 40 грамм то есть прием 4 раза по 20 грамм белка наиболее эффективный режим питания наиболее эффективный способ приема вообще протеина это доказано учеными то есть довольно редко но достаточно очень интересно друзья было проведено исследование такая такой интересную зависимость нашли что прием 20 грамм а сыра точного протеина перед тренировкой в непосредственной близости перед тренировки приводит к длительной стимуляции синтеза мышечного протеина примерно на пять часов да тут можно было бы предположить что наверное нужно прийти с тренировки еще принять до протеин чтобы еще лучше улучшить до результаты но исследователи тоже так подумали но оказалось что прием белка уже после тренировки течение например трех часов после тренировки уже не такой сильный эффект оказывает что вот этот именно привет тренировочный прием наиболее эффективен он как раз и запускает эти нужные механизмы еще еще есть интересная особенность к которой написали ученые что в утренние часы организм скелетные мышцы организма более более расположены вообще к приему протеина тем самым они дают более сильный анаболический отклик то есть тут можно сделать интересные выводы во первых что возможно тренироваться нужно все-таки раньше не ближе к вечеру а раньше но это все кстати индивидуально но сам организм лучше работает с белком в утренние часы и это друзья очень интересная информация но друзья конечно не все так просто нужно учитывать не только какие-то там пол дня или день до нужно учитывать вообще минимум два дня то есть очень важно первые сутки но нужно учитывать двое суток да то есть вот это как раньше говорили углеводное окно и так далее два часа это конечно да есть такое действительно понятие но нужно учитывать два дня двое суток после тренировки вы должны двое суток быть очень внимательное количество белка, вы должны его получать достаточно как до тренировки, так и после тренировки. Теперь смотрите, друзья, начинаем уже постепенно подбираться к типам белков. Также было рассмотрено еще употребление медленных белков и быстрых белков. И как оказалось, казеин, медленный белок, полученный перед сном, усваивается даже лучше организмом ночью, чем днем, если вы употребите. Хотя ученые показали, что будет неплохой идеей употребить протеин после тренировки медленный именно. То есть прийти с тренировки и употребить медленный протеин в виде коктейля, например. Будет неплохой идеей. Хотя я бы так не делал, я бы днем не принимал, потому что это может ухудшить усвоение других полученных, в других приемах пищи ухудшить усвоение белков. И в принципе самой пищи. Но когда же все-таки можно принять днем медленный протеин, он же казеиновый белок. Если вы, например, понимаете, что по каким-то причинам вы потренировались, и потом вы реально видите, что вы не можете нормально питаться, там ближайшие, допустим, 8 часов, да, вот такой промежуток времени, тогда есть смысл реально после тренировки принять медленный протеин. То есть или выпить в виде коктейля, или, например, сделать себе творожный коктейль, да. У меня на канале есть видео, как я делаю сам творожный коктейль, посмотрите, как я это делаю. Я их делаю в жидком виде. Еще интересную закономерность обнаружили ученые. Оказывается, что если вы моложе, чем вы моложе, тем лучше ваш организм усваивает казеиновый протеин, казеиновый белок, да. Чем вы старше, тем эффективность приема его падает. То есть получается, чем вы старше, то вам лучше отдавать предпочтение быстрому белку, сывороточному протеину. Если вы молодой, вы можете добавить в свой рацион больше казеинного белка. В исследовании 2006 года изучалось влияние сыворотки по сравнению с казеином на силу и состав тела. 13 культуристов потребляли 1,5 грамма казеина, это 1,5 грамма белка вообще, на 1 килограмм веса тела, да, сывороточного или казеинового протеина. И этот эксперимент продолжался в течение 10 недель. Результаты показали, что группа, получавшая сыворотку, имела больше прирост силы и массы. Также, если вы хотите грамотно построить свое питание белком, вы должны понимать скорость усваивания того или иного протеина. И это очень важно понимать. Пищевые аминокислоты, а белок распадается на аминокислоты в организме, всасывается в кровоток из кишечника с разной скоростью. Например, было показано, что сывороточный протеин и казеин имеют разные характеристики абсорбации. Сывороточный белок вызывает очень быстрое повышение уровня аминокислот в плазме, а затем снижается до исходного уровня примерно через 3 часа. Поэтому он и называется быстрый белок. С другой стороны, казеиновый белок вызывает устойчивое увеличение аминокислот в плазме на целых 7 часов, примерно 7 часов, да, и это долго. Поэтому он и называется медленным белком. Друзья, однако, первоначальный всплеск намного менее резкий по сравнению с сывороткой у казеиного белка. Фактически, если посмотреть на показатели чистого баланса лейцина, казеин может быть лучше сывороточного. Но есть также другие исследования, которые обнаружили, что потребление сывороточного протеина вызывает большее увеличение синтеза мышечного протеина по сравнению с мицеллярным казеином, например, как в состоянии покоя, так и после упражнения с отягощениями. То есть, другие исследования показали, что все-таки больше анаболический отклик будет при приеме сывороточного протеина. Существует довольно мало общей исследований о пользе приема протеина на ночь, как это работает и вызывает ли действительно это хороший анаболический отклик. То есть, пока, как я вижу эту ситуацию, в тех исследованиях, что я разобрался, что все-таки сывороточный протеин имеет больше анаболического отклика от организма. Те ребята из вас, которые, допустим, имеют склонность к лишнему весу и которые могут набирать вес, вы, наверное, можете беспокоиться по поводу приема на ночь белка. Я отвечу на этот вопрос. Не установлено четкой какой-то взаимосвязи от приема медленного белка на ночь и то, что вы начнете набирать вес. Было наоборот таки установлено, что оно особо не влияет на липолиз, то есть на окисление жирных кислот. Другими словами, вы не будете набирать жира просто потому, что вы начали есть на ночь белок. С другой стороны, если вы начнете пить, допустим, творог жирный, очень жирный творог на ночь в больших количествах, то просто калорийность, которая будет в этом приеме пищи, она будет довольно большой. Если эта калорийность, плюс та калорийность, которую в течение дня вы употребили, будет больше, чем вам нужно, вы будете набирать жир. Но сам по себе белок, просто, например, казеиновый протеин, да, или сывороточный протеин на ночь, он не будет влиять на то, что вы будете набирать вес, жир, да, и не будет мешать вашему похудению вообще никак. Можете спокойно пить на ночь медленный белок. Более того, в принципе, если вы просто будете принимать белок на ночь, то это не способствует тому, что ваше тело как-то будет от этого меняться, допустим, в ту или иную сторону. Для этого еще нужны тренировки. То есть, если вы потренируетесь в день, перед тем, как вы принимаете казеиновый белок на ночь, то он будет усваиваться именно в сторону анаболизма, и это будет идти на строительство новых мышечных клеток. То есть, я вам рекомендую, в принципе, употреблять медленно белок на ночь в дни после тренировок. То есть, особенно вот эти двое суток после тренировки, когда организм наиболее склонен к этому, и он хочет получить этот белок. Получить белок этот на ночь ему, в принципе, будет не вредным и не полезным. Он нормально его использует, он будет заниматься строительством ваших мышц ночью. Но, возможно, не нужно этим злоупотреблять, если вы не тренируетесь, если вы просто хотите есть творог на ночь. Или вы вообще не тренируетесь, вы не связаны с спортом. Тогда, возможно, стоит все-таки уменьшить количество белка на ночь. Надеюсь, эта мысль не была сильно сложная для вас, но для большинства людей, которые тренируются, белок на ночь не будет вызывать никаких ожирений или проблем с набором веса, проблем с похудением. Есть еще одно интересное исследование по поводу вообще количества приема белка. Можно ли принимать овердоз, принимать какие-то большие дозы, которые вам могут не понадобиться. Так вот, было это исследование, в котором были мужчины и женщины, уже которые занимались спортом до этого, физическими упражнениями. Они занимались без тренера сами. Им давали по 54 грамма козеиного протеина ночью или утром в течение 8 недель. Потребление белка у них значительно увеличилось. В обоих группах это было с 1,7-1,8 примерно до 2,4 на каждый килограмм веса тела. И никаких различий в составе тела не было обнаружено в течение всего эксперимента. То есть, о чем это говорит? Принятые сверхбольшие дозы протеина, они не дают вам каких-то более быстрых результатов и никак не влияют на ваше тело. Скорее всего, они просто уходят в унитаз, как и ваши денежки. Также было проведено еще одно 12-недельное исследование, в котором изучалась комбинация вечерних тренировок с отягощениями и добавок козеина. И это все приводило к большему увеличению силы и мышечной массы, чем только тренировки с отягощениями без белка. То есть, ну это такая информация на самом деле. То есть, понятно, в чем смысл этого исследования. Что если вы будете тренироваться и вообще не употреблять протеин, то результаты, скорее всего, будут все-таки хуже, чем если вы будете употреблять протеин. Друзья, давайте как-то все это подытожим, да, сделаем какие-то итоги, что нужно вынести с этого видео. Возможно, просто информация там сложно как-то воспринялась, просто простым языком выводы. Если вы хотите употреблять медленный белок на ночь, не бойтесь о том, что вы можете набрать лишнего веса из-за этого. Если вам позволяет кошелек, покупайте мицеллярный козеин, он лучше. В нем больше питательных, больше питательная ценность, биологическая доступность выше, потому что он не подвергается таким термическим, да, обработкам, как обычный козеиновый протеин. Будет отличная идея принимать до тренировки примерно, там, допустим, за полчаса, возможно, там, за 40 минут, за час принять порцию протеина. И это может быть 20 грамм протеина, то есть не надо много принимать. Принимайте примерно 4 порции протеина в день, 4 по 20, особенно вот эти двое суток после тренировки. Потом вы можете немного уменьшить дозы. Принимайте лучше их реже, но вот такими порциями, а не, допустим, принимайте слишком часто. После тренировки, если вы не можете нормально поесть, примите медленный протеин. Или вы съешьте творог, там, закусите какой-нибудь, каким-то углеводом еще добавьте, да, или сделайте себе коктейль, допустим, из бананов, там, чтобы там были углеводы и был медленный белок. Можете так поступить. Но лучше просто поесть обычную нормальную еду после тренировки, через час-полтора после тренировки. Теперь, друзья, на ночь вы можете добавить себе медленного белка, чтобы еще больше улучшить результаты. Потому что днем медленный белок усваивается хуже, на ночь он усваивается лучше. Желательно его использовать все-таки вот эти двое суток после тренировки, возможно, не на ежедневной основе. И обязательно нужно комбинировать и сывороточный, и козеиновый протеин. То есть вы можете отказаться полностью от козеинового протеина, но используйте точно сывороточный протеин. В целом, я бы все-таки сказал, и те исследования, которые я увидел, мне подсказали эту мысль все-таки, что все-таки наиболее выраженным анаболическим действием обладает сывороточный протеин. И медленный белок, возможно, не то, что не обладает даже такими свойствами, а может даже притуплять действие сывороточного протеина. То есть не увлекайтесь его днем, как я уже сказал. Сывороточный протеин, он проверенный, он помогает, во-первых, еще улучшить вашу иммунную систему, об этом у меня есть отдельное видео. И это помогает вашему организму хорошо работать. Используйте его оптимально, не слишком много и точно не мало. То есть белка должно в вашем организме быть достаточно и не так много, как многие говорят. То есть это не 3 грамма на каждый килограмм веса. Это речь вообще может быть даже об одном грамме на килограмм веса. Это может быть полтора грамма, ну максимум 2 грамма на каждый килограмм веса. Очень редко, когда может понадобиться 3 грамма на килограмм веса. Это скорее может быть для тех, кто уже очень хорошо раскачал свой метаболизм и, возможно, использует даже в какую-то фармподдержку. У них уже может такое быть восприятие белка. Но обычные смертные, обычные, мы с вами натурально тренирующиеся, скорее всего нам хватит и полтора грамма или даже вообще один грамм на каждый килограмм вашего веса. Но если результат почему-то не идет, попробуйте добавить белка немного и посмотрите, что будет тогда с вашим организмом, но не больше, чем нужно. Вам нужно поддержать вот этот постоянный азотистый баланс, положительный. То есть белка должно быть всегда достаточно в рационе. Как делаю лично я? Я пробовал казеиновый протеин, покупал, да, но мне не понравилось разводить его в шейкере, мне не совсем понравилась его консистенция и как он вообще, вот, как его употреблять, да. Потому что с обеточным протеин гораздо лучше разводится в воде. Как делаю я? Я использую на ночь творожный коктейль. Я, это примерно, у меня всегда где-то минимум 50 грамм белка на ночь. Особенно в дни после тренировок, да. И иногда я могу принимать всю неделю, потому что просто я люблю такой коктейль, это довольно сытный, да. Но наиболее важно именно двое суток. То есть на ночь нужно употреблять дозы больше 50 грамм. Это может быть 50-54 грамма вот так вот, 50-60 грамм белка. То есть это почти в 3 раза больше, чем сывороточный белка. И это тоже нужно учитывать, подбирая количество протеина на ночь. То есть я все-таки отдал предпочтение обычному творогу. Друзья, это все, чем я хотел поделиться с вами в этом видео. И я желаю вам удачи. Увидимся в новом видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова